Здравствуйте! В эфире Мои Удмуртии новости в студии Марина Баль. У ижевских лицеев очереди. Вход штурмует родители будущих первоклассников. Правила приема в школы повышенного уровня изменились. Так как же стать лицеистом, выяснила Елена Реверчук. У кого какие жалобы есть? Нет. Какие? Все прекрасно. Эти родители заняли живую очередь еще накануне вечером. Составили списки. В первых рядах те, кто прошел курсы дошкольника и был рекомендован к обучению по программам повышенной сложности. Но оказалось, такая рекомендация в этом году ничего не дает. Преференции какие-то будут этим детям? Невозможно по закону. Невозможно. Потому что они в живой очереди. Родители стоят. И кто первый, тот и попадет. В этом году в 29-й лицее набирают только два первых класса. Каждый из родителей, уверен директор, пройдет и электронную регистрацию. Дело это новое. Регистрироваться только на портале родители не рискуют. Если у общеобразовательных школ есть закрепленная территория района, и они хода-бедно справляются с потоком заявлений в первый класс, то в лицее выстраиваются очереди со всего города. Лицей есть, тестирования нет. В этом году принцип наборов школы повышенного уровня. Кто успел, тот и лицеист. Отсюда и ажиотаж. Но все по закону, объясняют специалисты управления образования. И добавляют, скоро все школы будут равны. Только по очереди, по порядку подачи заявлений. Но почему статус такой стался у лицеев, это связано с тем, что у нас сейчас переходный период. И, по-видимому, мы идем как раз к тому, что все учреждения будут у нас в одинаковой ситуации, и приниматься заявления будут только по закрепленной территории в порядке очереди. Такая практика по информации управления образования будет внедрена уже в следующем году. Насколько при этом удастся сохранить лицейский уровень образования, еще вопрос. Елена Реверчук, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Первый шаг в робототехнику сделали подростки. Так называется конкурс, который устроили в республике, чтобы проверить готовность команд к Всемирной Олимпиаде роботов. Но, как оказалось, не только ради этого. Подробнее Оксана Ходюкова. Знакомьтесь, это пучеглазик, а это его создатель. Лицейс Федор хорошо знает, что по силам этому роботам. Он у нас как бы умеет шагать на вот таких вот колесиках, которые не крутятся. Это резинки стоят, чтобы было меньше трения. Своего пучеглазика Федор собирал не один. Вместе со старшим братом и при поддержке мамы. Для них робототехника три года назад стала семейным увлечением. Сегодня они тоже вместе пришли на конкурс с большим желанием победить. Старший сейчас, он проверяет, как у него работает робот. У него там небольшие неполадки. Он хочет улучшить. У него работает, но он хочет улучшить. Улучшить, чтобы победить на конкурс «Первый шаг в робототехнику» сегодня заявили 17 команд. И это немало, говорят организаторы. Учитывая, что IT-марафон в республике проходит впервые. В декабре месяце открыта новая номинация «Самая активная образовательная организация». Призовой фонд этой номинации составляет 3D-лаборатория, студия робототехники или компьютерный класс. Сегодняшнее состязание – возможность проверить готовность команд к следующему этапу. Впереди Республиканская робототехническая олимпиада. Организаторы рассчитывают. Успех этих ребят увлечет и других подростков. Оксана Худякова, Руслан Урьехметов, телеканал «Мои Удмуртия». В Откинске открыли новое здание суда, строили его три года. И теперь это один из самых больших судов республики. Здесь будут работать 18 судей. Залы заседаний соответствуют современным требованиям к судопроизводству. Никаких клеток для подсудимых, а вот такие стеклянные камеры. Теперь служители Фемиды в Откинске будут работать не только в новых помещениях, но и с новым оборудованием. А в старом здании разместится служба мировых судей. Сотрудники ГИБДД просят быть предельно осторожными пешеходов на загородных трассах. Кстати, сегодня они обязаны носить одежду со светоотражающими элементами. Такие очень пригодились бы жителям села Горняк в Можгинском районе. Чтобы добраться от остановки до населенного пункта, они вынуждены рисковать жизнью. Почему, расскажет Анастасия Ритько. Ровненький асфальт на этом участке федеральной трассы М7 «Волга» сегодня позволяет автомобилистам не притормаживать. Ям больше нет. Почти 10 километров дорожного полотна в прошлом году было капитально отремонтировано. Вот только жители села Горняк, рядом с которым проложена дорога, ремонту совсем не рады. Перенесли у нас остановки посадочные. Если остановка была здесь, в пределах 20-30 метров доступности, относительно безопасно, знак пешеходный переход стоял, то теперь приходится людям добираться больше 300 метров. И эти 300 метров очень опасны. В темное время, особенно в снегопады, пешеходов не видно. Люди часто попадают в ДТП. В конце прошлого года машина здесь насмерть сбила женщину. Надю пчельник ушибала, Иванова возили в больницу. Вот эта Маша сейчас погибла, она тоже, может быть, не совсем виновата. Машина остановилась, тормознула. И он пошел на вгон. Он пошел на вгон, и все, века не стало. Перенести остановки дорожники были вынуждены. Объясняют, таковы нормативы. Для пешеходов здесь обустроили тротуары. Вот только чистят их крайне редко, жалуются люди. В Управтодоре обещают исправиться. Сейчас, в данный момент, происходит как раз работа по увеличению количества циклов очистки. Этих пешеходных дорожек. Я думаю, что в ближайшее время вопрос будет решен. То есть они будут содержаться в нормативном состоянии. Будут очищены, и я думаю, что проблем не будет. К лету появится еще и лестничный спуск, обещают дорожники. Сегодня пожилым людям без него крайне неудобно. В феврале страховые пенсии вырастут на 11%. Индексация коснется почти 400 тысяч пенсионеров Удмуртии. Вместе со страховой пенсией будут проиндексированы и фиксированные выплаты к ней. В результате средний размер страховой пенсии по старости в республике с учетом фиксированной выплаты составит 12 390 рублей. Напомню, с 2015 года перерасчет страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. Кроме того, с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий, а в августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. В феврале во всех районах и городах республики ветеранам войны начнут торжественно вручать юбилейные медали к 70-летию Победы. В числе тех, кто получит памятный знак, будет и Александра Храброва из Завьялова. Для односельчан она знаменитость. О партизанке Сашеньке. Репортаж Елены Лебедевой. Больную руку не буду трогать. Участковый терапевт к Александре Ефимовне заглядывает регулярно. С утра у ветеранной войны самочувствие неважное, подскочило давление. Но это, говорит, не повод отменять съемки. Александра Храброва, несмотря на возраст, любит встречать гостей. В Завьялова она местная знаменитость. Единственная в селе из участников Великой Отечественной воевала в партизанском отряде в белорусских лесах. 16-летняя Сашенька не успела закончить школу, когда немецкие захватчики оккупировали их поселок. Пришлось рыть землянки и обитать в них, надеясь дожить до Победы. Когда идешь в разведку, идешь в деревню, ведь не знаешь, что тебе и как, и как посмотрим. Потому что настолько они были фарвары, они уколотят, бросали детей. Они сгоняли за малейшую провинность. Они сгоняли всех жителей, они в одно место сжигали. Рассказывая все пережитое, она просит во время беседы не перебивать. Ужасы войны Александра Храброва помнит до мельчайших подробностей. Эти страшные детские воспоминания так сильны, что бывшая партизанка теперь сочиняет стихи. Как мать родная любит сына, который храбрый был в войну, так искренне и мило люблю я Белоруссию свою. В свои 88 Александра Ефимовна еще успевает рукодельничать. Ковры, подушки покрывало ее творчество. Мне плохо-плохо. Я вот займусь вот так, руки все трясутся. Я займусь, вышиваю. Навязала я много всем, и варежки, и носки, и внучатам, и правнукам. И всем-все. Я чувствую себя тогда человеком. Имена завьяловских солдат-фронтовиков, кто приближал победу, занесены в большой сельский альбом. Здесь же фотографии партизанки Сашеньки. Завьяловский район дал стране пять героев Советского Союза. К 70-летию победы здесь готовят новый сборник о войне, куда войдут и стихи Александры Храбровой. На юбилейные мероприятия она обязательно придет. Уже дала себе приказ к 9 мая быть в боевом строю. Елена Лебедева, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас все. Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова